Сейчас иду от дома, в котором я живу, тут с такими кустами. Иду через поля вдоль лесов Центр города, до которого мне отсюда идти примерно минут пятьдесят пять час. Длижайший супермаркет, где-то в сорока минутах от меня, это бедронка, которая специально построена, не вдалеке от контрольного пропускного пункта пограничного, чтобы россияне, которые сюда заезжают и массово скупают продукты, бытовую химию, короче все скупают все, что только можно здесь купить, так как кроме сигареты бензина они все дорогое и некачественное. Сигареты может тоже некачественное, но не дешевле, чем Польша, поэтому поляки в России покупают бензин, сигареты больше ничего не покупают. Из-за того, чтобы россияне своим присутствием не портили экологию города, они специально построили за окраиной города Бедронку. Но все-таки они самые ушлые прорываются дальше в городе, и в Теско, и в Лидл заходят. Там тоже бывают акции интересного, кстати, далеке виден. Дом. Сразу за деревьями и дальше за ним хозяйственные постройки. Гаражи и так и меньше, что необходимо для функционирования детского санатория. Здесь вот поселочек, ну не поселочек, типа деревеньки маленькая. Дома, судя по всему, еще со времен Второй мировой войны, когда по итогам войны территория отошла Польша. Дома, по-моему, еще до сих пор те же, немецкие только. Куда даже серебица сохранилась родная, где крыши перекрыты. Такой стройный минимализм, который присущ русской застройке, как раз в этих строениях присутствует. Такие основательные капитальные строения на века. Здесь был луг с высокой травой. Эту траву скосили довольно давно. Тики лежат, собранной травой и увязанной. А вот в этом месте я обычно всегда видел парочку зайцев. Они тут постоянно бегали. Сейчас не видно, то ли ушли, то ли просто днем не сильно стараются показываться. Потому что много хищных птиц, да и лисы здесь есть, берегут свою жизнь. Вот с этим лесом начинается нейтральная полоса. Точнее не нейтральная, а приграничная полоса, куда вход не местным запрещен. Ну а что дальше граница с Россией. То есть от этого места, где я нахожусь, я иду вглубь территории Польши. Меньше километра, наверное, будет до границы. А от дома, там где я жил, метров 250. Такие вот здесь ландшафты этой восточной Пруссии. А вот здесь ландшафты.